Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В селе Веселый Яр Ольгинского района. Село стоит на берегу бухты Владимир Японского моря. Если помните историю, там в 1904 году во время русско-японской войны был затоплен крейсер Изумруд, большой военный корабль российского флота. Я помню деда и бабушку по линии матери. Они все с Приморского края. Дед, братья моего отца, тоже оттуда. Дед у меня знаменитый. Участвовал в русско-японской войне и в других походах в Приморском крае. Командиру производства пыль, как говорится, в глаза не пустишь. Потому что всю работу он знал до мелочей. Прошел путь от рядового мастера пути до руководителя крупнейшего предприятия речного транспорта «Ленского бассейна». Сначала мастером пути, потом помощником командира земснаряда, прорабом путевых работ. Ответственность, деловая хватка, авторитет сделали свое дело. И в 1977 году Юрий Анатольевич Долженко возглавил Колымо-Ингельгирский технический участок пути. А начиналось все с Якутского командного речного училища. Боевое крещение проходил на Колыме, реке Северной, суровой, своенравной. Он очень сильно увлекался музыкой. Как вспоминают все его однокурсники, он постоянно дудел на трубе, мог играть на чем угодно. И из-за этого он иногда, как бы сказать, в ущерб учебе. Ну, как иногда бывает. Талантливый человек, он искал свой какой-то путь, видимо. И поэтому на распределении ему не досталось ни Киринска, хорошего, мощного техучастка. Он же гидротехник. Ни Якутского техучастка не досталось. Осталось Колыма. В 1961 году Юрий Долженко переехал к сестре в Новосибирск. И он не скрывает, что именно романтика дальних просторов, желание стать капитаном, привело его в Новосибирское речное училище. Как часто мы говорим слово «судьба», встречаясь с крутыми поворотами в жизни. Но не было предначертано Долженко водить суда по спокойной обиде. И все тут. Он уже поступил в речное училище в Новосибирске. И уже начал учиться там. И вдруг, я сейчас даже вспоминаю фамилию, завпрактикой речного училища Баженов приехал и был у них в гостях. И когда он узнал, что Юра Долженко поступил в Новосибирское речное училище, он ему говорит, да какое Новосибирск? Есть Лена, есть Якутск, огромная река, протяженность 4400 километров, флот, огромные объемы, ведь до перестройки флот на Лене перевозил 17 миллионов тонн грузов. Это колоссальная цифра, конечно, сейчас уже недостижимая. Даже, как бы сказать, одной десятой мы не возим. И все это, ну как, Юрий Анатольевич все-таки человек впечатлительный был. Эмоциональный, впечатлительный, ну вот как вот талант от Бога. И он принимает решение. Мало того, он еще и друга своего, поехали в Якутск. Нас сразу отправили, значит, с 1 сентября на уборку картофеля. А он, значит, маленько запоздали. Они с Новосибирска приехали, группа их, сюда поступать. И они маленько запоздали, поэтому поехали работать на кирпичный завод в Акровск. Ну, тем не менее, 1 октября мы все встретились. Здесь нас переодели в форму, дали нам шинели. Правда, курьез получился с шинелями. Значит, вместо речных шинелей нам дали шинели железнодорожников. Досталось, ему досталось, мне, еще человек 5, наверное, это эти шинели. А ему, он был крупным, вообще с самого начала, такой высокий, такой плотненький. Ему досталась очень маленькая шинель. Он надел, у него рукава по локоть. Смеялись долго. Потом пришлось ненадолго расстаться с рекой. Путеец Долженко ушел на партийную работу в отдел транспорта и связи Якутского обкома партии. Перспективы открывались блестящие. Однако Юрий Анатольевич не смог без живой работы. Производственник в нем все-таки победил. Он установил на ТЭКе Адулок музыкальную аппаратуру, довольно мощную. И таким образом как-то веселил плавсостав, потому что, когда он подходил к теплоходу с проверкой, он включал музыку и все радовались. Но дальше больше. Юрий Анатольевич пригласил еще туда агитбригаду. И агитбригада превратила это судно из простого прорабского служебного теплохода в агиттеплоход. Его так все и называли, агиттеплоход. Ну и Юрий Анатольевич Долженко, конечно, там он сам тоже на музыкальных инструментах играл. Поэтому, в общем, вот, и естественно, на него почти сразу обратили внимание и комсомольские, и партийные органы. То есть они поняли, что это человек с лидерскими задатками. Человек, который может быть интересен огромному числу людей. Который может жизнь сделать и себе, и другим интересной, ну и с пользой для дела. Долженко Юрий Анатольевич относился к числу тех людей, которых уважительно за глаза называли адмиралом. И этому есть объяснение. Форма руководителя Ленского бассейна управления внутренних путей и судоходства соответствовала вице-адмиральскому званию. А погоны остались со времен военного министерства. Так что можно сказать, что предприятие это полувоенное. По-разному и в разные времена именовалась эта организация. Сегодня это администрация Ленского бассейна внутренних водных путей. Но суть осталась прежней. Содержать реки Севера в должном состоянии, давая возможность транспортному флоту наиболее эффективно доставлять грузы потребителям. Мы не только обеспечиваем водные пути, но мы еще и обеспечиваем перевозку грузов. Мы также своими танкерами, сухогрузными судами перевозим грузы в наши улусы, в наши населенные пункты. Если смотреть в общей сложности, то перевозки идут в общей сложности 2 с небольшим миллионом тонн. Из них мы где-то 160 тысяч тонн перевозим. Он сумел в период 90-х годов сохранить коллектив. Даже до 2008 года продолжал строительство жилфонда и получали работники районов водных путей безвозмездно, бесплатно. Уже в России, наверное, такого не было. А Юрий Анатольевич, в принципе, сумел это сохранить. И довольно много построил в Якутии. И в Якутске жилфонда построил. Я знаю, что в Колымском участке, это поселок Зырянка, он там построил, по-моему, дом престарелых даже. Детские сады, поликлинику. В принципе, большой вклад внес в развитие республики, в развитие транспорта. Неравнодушный. Ему до всего было дело, вплоть до мелочей. А если что-то наметил, то пробьет и не успокоится, пока не доведет дело до конца. Например, командное речное училище. Сколько лет курсанты ютились в общежитии после того, как развалилось старое здание? Понятно, что полноценного такого обучения, хотя у нас преподаватели очень такие опытные, не получалось. Потому что аудитории там не очень большие были. Ну и с оборудованием тоже проблемы были, потому что все завалило. И тогда Юрий Анатольевич сказал, что будут строить здание. Жилищное строительство было одним из направлений деятельности Ленского ГБУ. За годы руководства Долженко значительно улучшена и материально-техническая база путевого хозяйства. Построены затоны для ремонта и отстоя флота в Киринске, Витиме, Якутске, Нижнеянске, Нюрбе и Усьмайе. Со стапели Жигаловского судостроительного завода ежегодно сходит по одному обстановочному теплоходу. Как бы не сложно было с финансированием, но программа строительства нового флота в ЛГБУ не сворачивается. Именно на этом упорно настаивал Юрий Анатольевич, отлично понимая, что без судостроения нет развития предприятия. Я вот сейчас вспоминаю, как в тех участках мы строили док грузоподемностью тысячи тонн. Он все время там присутствовал. Все время, значит, ага, приезжал, и на пуск дока этого приезжал, все интересовался. Ну, чувствуется, что он, конечно, болел за свое производство. Ну, а о чисто человеческих качествах Юрия Долженко до сих пор слагают легенды. Что он – настоящий друг. И для него прежде всего человек, а не должность, которую тот занимает. С Юрием Анатольевичем я познакомилась в 80-м году. Я как раз закончила институт, приехала, работала в Искательской партии инженером. А он с Колымского района, его направили к главным инженерам в наше управление, в Ленское бассейн управления пути. Вот. И я делала нивелировку на 202-м микрорайоне. Тогда мы только делали намыв. И подъезжает такая комиссия солидная. Я стою с теодолитом на дамбе, разбивку делаю. Подходит такой красивый, солидный мужчина в сером таком красивом костюме. И начинает со мной разговаривать. Ну, я так с ним что-то спрашивала, я ему что-то отвечала. А потом начальник партии подходит, они уже уехали. Он говорит, ну, что там тебя начальство спрашивало? Я говорю, это что, начальство? Он говорит, да, это был главный инженер. Он вообще очень хорошо к людям относился. Спасибо. Да, был очень хороший человек, любил с коллективом много времени проводить. С подчиненными требовательный, но когда надо, мог и голос повысить. И так, что мало не покажется. Но при этом очень внимательный, умел выслушать, подбодрить, а иногда и пожурить. Горжусь своим коллективом. Надо сказать, что они не только делают то, что им прописано. Они, я еще раз говорю, делают и не свойственную им работу. Это и строительство жилья, это и перевозки, я уже сказал, грузов. Это, когда надо, выполняют правительственные задания. Юрий Анатольевич, почему вам до всего есть дело? Спрашивали его часы журналисты. И Долженко отвечал. Мы, речники путейцы, мы не привыкли жаловаться. Мы, значит, вот работаем и стараемся выполнить все на нас возложенные задачи. Ценой, как Петр первый говорил, не жалея живота своего, вперед, вперед и вперед. Сидеть сложа руки не в его характере. Вспомните 2003 год, когда путейцы под личным контролем Долженко успешно выполнили уникальную работу по разработке траншеи для магистрального газопровода длиной 2340 метров через Лену в районе населенных пунктов Хатасы и Павловск. Аналогов этой операции в мире до сего дня не было. В итоге голубое топливо пришло в десятки поселков пяти заречных уусов республики. Это мечта, наверное, не одного года, не десятка. А, наверное, уже как только появился газ у нас, так и вот было задумано, значит, и я уверен, что руководители всех наших рангов, понимаешь, вот республики, значит, вот мечтали проложить газ вот за речные улусы. А намыв 202 и 203 микрорайонов, мощные землесосы незаметно для горожан справились с этой масштабной работой благодаря Юрию Анатольевичу. Вот наводнение в Ленске в 2001 году показало вот уровень Юрия Анатольевича как человека с государственным мышлением, как человека, умеющего мгновенно оценить ситуацию и принять правильное решение. Вот. Ну вот представим себе, город затоплен, ни электричества, ни воды, ни продуктов, ничего, все затоплено. Как сказать, люди в панике, никто не знает, что делать. И Юрий Анатольевич принимает решение практически весь флот собрать, вот, и в Ленск. Вот. И пока поднимались, это тысяча километров от Якутска, пока поднимались, Юрий Анатольевич отдал все необходимые распоряжения. Значит, обеспечить такому-то теплоходу, такому-то теплоходу обеспечивать связь, такому-то теплоходу, такому-то теплоходу взять продукты, значит, и доставить, такому-то, такому-то теплоходу взять брондвахты, это специальная, ну, баржа, предназначенная для жилья. Туда все, значит. И вот таким образом, те скоростные теплоходы, чтобы можно было оперативно разъезжать и, ну, как бы сказать, уже на месте принимать, решение. И тогда, конечно, в Ленске фамилия Долженко Юрий Анатольевич не сходила у всех с языка. Долженко. Обратитесь в Долженко. Обратитесь в Долженко. Настоящий лидер, руководитель от Бога. Сколько у него было задумок. Когда создавался этот фильм, даже немногословные люди буквально менялись. Глаза их загорались, вспоминали шутки, выражения, события, связанные с совместным времяпровождением и работой. Конечно, сказано далеко не обо всем, что сделал Юрий Анатольевич Долженко Долленского флота. Его деятельность обширная и разносторонняя. И огромное количество людей ему очень благодарны. Юрий Анатольевич, конечно, был величина. При нем строились и новые теплоходы. Мы получали обстановочные теплоходы. При нем же приходили и земснаряды. Конечно, хозяйственник был очень такой, достаточно серьезный. Да, и как руководитель очень такой вот опытный. Он всегда переживал за нас, за свое, значит, как бы, сходить еще за свое учреждение. Вот. И даже вот в 90-е годы, когда было тяжело, заработные платы, он все-таки сохранил, он смог сохранить коллектив, вот это вот самое гидро специалистов. Мы вниманием руководителей республиканского значения были не обижены и вот стали тем, чем стали. Вот. И, естественно, когда это здание построили, то это для нас было, ну, очень большое счастье. Мы сразу оттуда, со старого здания, переехали сюда. И первое время, вот честно, я ходил, и мне просто не верилось, что мы получили, можно сказать, в подарок такое здание. Он, правда, играл все время, значит, на трубе утреннюю побудку. То есть вот это та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та и поднимает народ. Ну, значит, это самое, как только возьмет трубу и играть начинает. Старшекурсники, они не любили подниматься рано. Начинают от него швырять валенками, ботинками. Он, значит, скрывается от них. Я считаю, что это лучший руководитель. Ну, вот я первых-то не застала. Ну, при Панченко я тоже работала, при Панченко. Но считаю, что Юрий Анатольевич это самый-самый-самый просто. Работа человека должна быть отмечена как юбилей. Потому что человек отдал всего самого себя в работе для того, чтобы обеспечить, значит, завоз грузов, там, обеспечить навигацию. Я всегда говорил, что самые мои любимые две женщины это река Лена и навигация. Вот без них, я считаю, ни один речник не может, значит, спокойно себя чувствовать. Потому что, ну, раз мы выбрали эту стезю, то мы и должны, значит, вот этим жить. В этом году нашему герою исполнилось бы 77 лет. И в эту красивую дату его родным предприятиям запланирован ряд мероприятий по увековечиванию памяти Юрия Долженко. В первую очередь присвоение имени Юрия Анатольевича аудитории в Якутском институте водного транспорта и учреждение именной стипендии для студентов учебных заведений транспортного комплекса. Во-вторых, обустройство сквера имени Долженко в городе Якутске прямо здесь, возле института водного транспорта. Пусть память об адмирале речного флота будет вечной. Любые трудности нам ни по чем не по чем ведь рядом друга верного плеча ведь заповедь одна у речника лишь сильным покоряется река. Лишь сильным покоряется река. Лишь сильным покоряется река. лишь сильным покоряется река.